Завод имени Лихачёва – это настоящая легенда, а теперь уже, увы, безвозвратно ушедшая в прошлое. А ведь сколько было создано действительно выдающихся автомобилей, прогремевших на весь мир. Среди них попадались по-настоящему уникальные. Давайте сегодня вспомним эти опытные грузовики. Наладив выпуск легендарных ЗИЛ, 130 инженеры с завода начали работу над моделью с улучшенными параметрами. В первую очередь это касалось грузоподъемности. Основываясь на уже выпускаемой модели, был разработан ЗИЛ, 133В. Произошло это в 1962 году. Правда, двигатель от ЗИЛ, 130 оказался недостаточно мощным для автопоезда массой в 19 тонн. Поэтому его форсировали, подняв мощность до 190 лошадей. Но этого все равно оказалось недостаточно и начались долгие поиски оптимальной конструкции двигателя и трансмиссии. Впрочем, все это оказалось напрасным для серийного производства. Грузовик так и не подготовили, поскольку в этот момент на Камском автозаводе уже готовили к выпуску более современный трехосный грузовик с дизельным двигателем. В том же 1962 году на предприятии был собран ЗИЛ, 133С. Этот опытный самосвал существовал в единственном экземпляре. Разработали его на базе ЗИЛ, 131. Впрочем, некоторые отличия были. Например, колесная формула у опытного образца 6х4 и передний мост не имеет привода. Сразу за кабиной разместилась цельнометаллическая бортовая платформа. За счет рычажного опрокидывания механизма кузов можно было поднимать на высоту до 3,5 метров. Грузоподъемность не очень большая, приблизительно 4 тонны. Но даже такого веса достаточно для того, чтобы опрокинуть грузовик. И чтобы такой возможности избежать, были предусмотрены две гидравлические стойки для опоры. Автомобиль прошел все тесты и даже получил одобрение для производства. Однако, по какой-то причине производить его не стали, а имя позже вообще присвоили другому грузовику. Вообще, все автомобили семейства ЗИЛ, 133 изначально делались под работы на дорогах с твердым покрытием. Чтобы исправить эту досадную оплошность, в 1968 году инженеры завода собрали модификацию для работ в условиях бездорожья, получившую название ЗИЛ-133Н. Шасси взяли от ЗИЛ-133 с колесной формулой 6х4. Колеса поставили односкатные, внедорожные. Доработали задние мосты. От ЗИЛ-131 модели досталась система подкачки шин. Можно сказать, этакий переходный вариант между ЗИЛ-133 и ЗИЛ-131. Причем он обыгрывал 133 по проходимости, но проигрывал по этому же параметру 131. Возможно, именно это сыграло свою роль в том, что дальнейшие работы по проекту признали нерациональными и его прикрыли.